День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Мы всех еще раз поздравляем с прекрасным праздником весны, 8 марта. И у нас такая сегодня очень насыщенная программа, много гостей, много красивых, прекрасных, замечательных девушек появляется в студии. Вот исполнительница наша латвийская Сейнт Левика появилась прямо напротив меня. Доброе утро. Доброе утро. Здорово, что мы сегодня услышим практически на нашей радиостанции первыми новую песню. Это всегда приятно, что у нас вот тоже как право первой руки, право первой премьеры. И я так понимаю, что клип на эту песню, он появился уже тоже сейчас. Да, мы тоже сделали это все одновременно, чтобы можно было у вас его презентовать и сделать доступным для всех. Как вообще исполнитель, я нашим слушателям хочу сказать, что я могу назвать Сантой. Конечно. Что Санта участвовала и в X-Factor Украины, и в Супернове. И в общем масса всевозможных конкурсов сейчас, это как будто бы, я понимаю, как перезагрузка получается карьеры. То есть как и что-то, ну не знаю, как новое, а почему вот как бы Сейнт Левика? Вы подметили правильно перезагрузка, я бы так, наверное, даже это и сама не назвала, но очень-очень близко к тому. И то есть какое-то время я была и выступала на сцене со своим настоящим именем, Санта Данилевича. Потом я поняла, что мой внутренний мир и все вокруг меняется, но мне бы хотелось оставить Санту Данилевичу как исполнителя своих песен, идущие отдельно от нового моего имиджа и нового образа, возможно, потому что они такие абсолютно две разные, два разных персонажа, я бы так сказала. Как, условно говоря, актер, который на сцене вот этот образ, а вот в жизни он может быть другим и, в общем-то, абсолютно не имеющим ничего общего, да? Да, наверное, да. Хотя мне кажется, что я все-таки сейчас вот Сейнт Левика и веду себя так по жизни, и не знаю. Как вообще прошли вот эти последние несколько лет, очень сложные для артистов, потому что не было возможности выступать, были, ну, в общем, многие артисты впадали в депрессию, сначала все бросились петь онлайн, потом уже как-то вдруг всем это тоже надоело. Вот сейчас что происходит на мире сцены? Ну, для меня это было большим челленджем вообще перенести все свое творчество в онлайн, и я достаточно не очень продвинутый человек в интернете, и я такой интроверт, и не так часто там появляюсь. Появлялась, так, потом все изменилось. И во время ковида я начала учиться, как нужно, простите, переживаю, вести эти все сторисы, посты. Ну, я не могу сказать, что я была молодец, но чуть-чуть старалась. И особо ничего не выпустила в тот год, кроме одной песни, но она особо не зашла, и расстроилась, и пропала снова. А появилась я, наверное, тогда, когда вот совсем недавние ситуации случились в Украине. Моя семья, она в Украине, и сюда многие приехали, артисты, с которыми я была знакома во время «Х-фактора» в Украине, или познакомилась, когда они уже сюда приехали, мы сдружились, и они меня очень сильно вдохновили, потому что для меня это было удивительно, что человек, приехавший, опять же, из Украины в Латвию, не зная абсолютно никого, нашёл всех людей, кого нужно, сумел их договорить, создать какой-то уже комьюнити вокруг себя, чуть ли не самых лучших специалистов себе взять для концертной деятельности, для музыки и так далее. И я так смотрю, как ты это сделал? Я тут столько лет сижу, живу, и у меня все как будто двери закрыты. Но я на это посмотрела с другой стороны, то есть на себя, и поняла, что, наверное, мне не хватало каких-то амбиций, и просто, может быть, ленью тоже, ленью покрывала многие свои оплошности. Я знаю, что буквально недавно вышла песня «Тут икталу», а сейчас вот новая песня. И я посмотрел, и так понял, что «Тут икталу» там, и написана она тоже. Мной. Да. Да. Мы её написали, ну я её написала вместе с моим продюсером Петром Строковым, мы с ним по жизни идём вместе, и несмотря на то, что я поменяла концепт своего артиста, всё равно ключевые люди, они остаются со мной, и Петя один из них, и мы её презентовали на первом моём концерте, который состоялся в сентябре в Ласкобаре. Мы собрали полный, ну маленький, но зал, и получили такую огромную отдачу от зрителей, что мы поняли, что надо двигаться. Я как будто настолько получила вот эту вот… Есть такая сахарная кома, да, когда переешь сахар, и потом плохо себя чувствуешь, и хочется ещё, 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 наверное. Здесь я получила такую концертную кому, что мне хочется ещё, хочется выступать, хочется петь, продолжать писать и не бояться это наконец-то показывать людям. Новая песня «Пьерный день реманы» — это тоже результат совместного творчества? — Эту песню мы написали в коллабе с другими ребятами. Я участвовала в лагере по написанию песен в Riga Life. Это комьюнити, которые раз или два раза в год собираются вместе, и делятся там на команды по три человека, и они вместе за один день, обычно это 5-6 часов, пишут абсолютно новую песню. Они первый раз встречаются при этом, никогда раньше даже не общаясь, и вот им нужно написать какой-то продукт. И в один из дней, а это было два дня, в один из дней… — Как это вообще происходит? Как распределяются роли? И наверняка же кто-то, зная, куда и зачем он идёт, приходит уже с какими-то наработками. Вовсе не факт, что всё это рождается в режиме импровизации, только там на месте абсолютно новое. То есть ты приходишь, у тебя что-то есть, какая-то мелодия, какие-то слова. — Но тебя же с чужим человеком, тебя практически… — О чём и речи, ты начинаешь слушать. — Я знаю, это классно, это зайдёт, давай. — Я просто вспомнил момент, вот Кит Ричардс в своей автобиографии, он написал, что вот в какой-то момент вдруг продюсер решил, что надо писать свои песни, он говорит, нас с Миком Джаггером, просто он запер в комнате на ключ, говорит, вы не выйдете отсюда без песни, пока вы не напишете песню. Говорит, почему он именно нас вдвоём? То есть вот непонятно, говорит, но мы стали с тех пор писать, и, говорит, запер бы он меня там с другим, может быть, мы бы там всё по-другому… — Просто напились бы. — Да. — А так, в общем-то, конклав, как будто папу выбирают. Чёрный дым, белый дым, белый дым, что-то сочинили. — Что-то сочинили. — Ну, я, конечно, не могу отвечать за всех, да, у нас было 10 команд, по 3 человека каждые. И родилось очень много песен. Но моя команда, точно, мы ничего не заготавливали до этого, мы даже не успели, наверное, включить мозг, и давай вспоминать, что мы там записали когда-то, придумали, чтобы сейчас это вложить. Во-вторых, я так понаблюдала, и, наверное, сделаю маленький диагноз, простите, ребята, но мне кажется, что мы все трое такие большие интроверты, и доказать, вот давай вот эту песню, которую я вот написала недавно, сидя дома, зайдёт, и вот убедить их всех, наверное, у нас не получилось. То есть, как мы сделали, мы, наверное, где-то часик-полтора просто общались, смотрели, кто что умеет делать, что делал, в каком стиле мы пели, или играли, или писали музыку, и искали какие-то компромиссы, желая выделить самые лучшие стороны каждого из нас. И так как музыканты, всё-таки мы такие мультитаскинг любим, то есть мы можем и играть, и петь, и писать, и слова, и так далее, нужно было придумать, кто будет делегировать, например, в написании текста, кто будет делегировать в написании музыки, и чтобы просто облегчить весь этот процесс, уже заранее нам распределили роли, кем бы мы больше хотели себя проявить. Есть музыкальный продюсер, который музыку пишет, и он отвечает вот за эту часть. Потом есть сонграйтер, в это входят слова, например, как эта песня может донести какую-то цель, идею, как бы это показать. И третий человек, он в основном мелодия и перформер. Вот в этом лагере я играла роль больше написания мелодии вокальной, и, соответственно, сам голос, но мы всё равно писали её все вместе. Вот это как-то не очень, давай тут добавим так. Я прям подпрыгну, когда услышал её в первый раз, она долгое время у меня крутилась просто в голове, и мне очень было приятно, что она настолько оказалась, ну вот как бы и такой сложной, помимо, то есть в ней нет, ну в ней есть какие-то переходы, то есть вот она не однообразная, в ней вот есть вот именно вот какие-то взлёты, падения, и самое главное, что вот меня зацепило, я вдруг представил прямо перед глазами какую-то историю, ну реально вот вдруг меня вот это, я ощутил, вот прямо я попал в мир, вот как будто бы вот она стала родной. Очень здорово. Я в свою очередь мечтаю её услышать, что-то новое, потому что у меня в голове, как я и обещал с прошлого получаса, просто нет, 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 не насет Китай! Мы просто в прошлом часе обсуждали ужасную. Спасибо. Возьмите меня в свой лагерь. Можно ли вообще взять в такой лагерь человека, который, например, никогда раньше не писал песни, и попробовать, чтобы он что-то сочинил? Ну, если человек сам себя позиционирует как артиста, то я думаю, что проблемы с этим не возникнут. Но нужно иметь в виду, что отбор достаточно большой, и это идёт отбор. Нет такого, что ты подал заявку, и ты сразу попал. Например, в моём случае я четыре года не могла туда попасть. Я каждый год отправляла, отправляла, отправляла. И, как я уже сказала, мне не хватало каких-то, наверное, амбиций. Я такая всегда скромная. А, да, нет, вы послушаете? Нет, ладно, вы только просите, что я существую, просите, что я попросила вас послушать песню. Вот раньше я так себя вела. И Riga Live — это не только лагеря, но они ещё параллельно устраивают различного рода и характера мастер-классы, куда приглашают абсолютно всех желающих, которые занимаются музыкой и творчеством, которое связано с музыкой. Это даже могут быть видеоклипы, кто снимает их, просто чтобы набраться опыта, знаний. И я часто их посещала. Мне было очень интересно. И на одном из мастер-классов о том, как вести YouTube, я подошла к главному организатору Агнесу. Привет. Я спросила, Агнеса, я уже 4 года пытаюсь попасть, и всё никак не могу. А вот-вот закончится, ну, все, пета-айкума, анкеты отправлять. Я говорю, я так бы хотела, мне так это нужно. Я прям вот говорю, и я знаю, что мой путь, он действительно может поменяться, если я поучаствую. Вот из Шрека только что. А потом включилась наглость. Я говорю, кому заплатить, чтобы меня взяли уже? Давай, пожалуйста. Она рассмеяла, говорит, ну, конечно, давай посмотрим ещё раз, пересмотрим твою заявку. И если мы сможем найти команду, в которую тебя определить, ну, примерно, да, потому что мы всё равно как-то каким-то образом сами выбирали себе людей, с которыми будем работать. И если мы найдём, тогда мы тебя возьмём. И у меня тогда был день рождения 6 ноября, и 8 как раз был лагерь, и для меня это был один из самых больших подарков, потому что с тех пор моя жизнь изменилась. И я увидела, посмотрела на себя с другой стороны, поняла, что написать песню так быстро, это возможно? Что? Как? И мы это сделали. Наша вот эта песня «Пера Денеманой» была одна из... Ну, конечно, там сложно судить, да, какая была лучше, какая была хуже, там все были классные песни. Но у нас есть общая ссылка на все песни, которые тогда были написаны, и на наши песни, по сравнению с другими, самое большое количество прослушиваний. Очень приятно. Это очень приятно, и, наверное, это было одним из маячков, что нужно её доделать, и нужно обязательно её выпустить и показать оценным людям. Сегодня, я понимаю... Когда видео... Нет, видео... На Ютубе появился видео. Уже, да. Да, да. Это мой первый клип в жизни. Поздравляем с дебютом. Спасибо большое. Вы мне же цветы подарили. Спасибо. А когда мы уже перейдём к прослушиванию? Да, наверное, вот самое время нам сейчас и послушать, и «Сэйнт Левика» «Пера Денеманой» дебют песни. Спасибо. Радио Болтком.